Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале. И вы знаете, в этом видеоматериале я просто хочу поговорить о счастье. Вы знаете, я очень благодарна своим друзьям, которые меня каждое утро поздравляют с добрым утром, пишут мне хорошие слова. Я люблю их за нашу дружбу, за их тёплые сердца, за то, что они мне по утрам присылают свои видео, свои песни. И вы знаете, вот сегодня мне прислали один чудесный видеоролик, который дал позитив на целый день, и мне хочется вам его показать. После этого я хочу сделать дополнение, немножко рассказать о том, как я ходила на днях в храм, чтобы вы поняли, что такое счастье и как выловить. Как думаешь ты, Тамерлан, что нужно для того, чтобы быть счастливым? Надо помогать людям. Если ты помогаешь им, они тебе взамен тоже помогают. И ты счастливый. Вот если у человека есть мама-папа, он счастливый. Если нет, он не счастливый. Ну всё равно. Всё равно нам всех. Надо быть внутри счастливым. Всегда улыбаться. И всегда к тебе будет приходить только радость. То есть от улыбки зависит счастье, что ли? Зависит, какое у тебя настроение. Ты хочешь что-то делать? Нет. Надо улыбаться всегда, радоваться жизнью. Просто ты мог и не родиться. Надо радоваться жизнью, что ты есть. Что ты есть на этом свете. Если ты будешь радоваться, всё будет к тебе приходить хорошее. Только хорошее. Спасибо. Вот такой вот замечательный ролик. И я хочу немножко дополнить. Я на днях решила пойти в храм. Вообще, когда я иду в храм, меня, конечно, настораживает то настроение в храме, которое там присутствует. Меня всегда удручает вот это вот состояние скорби на лицах верующих людей. И вот на этот раз я решила пойти в храм в такое время, когда в храме тихо, спокойно, и никого нет. Почему я всегда радуюсь в храме? Потому что я иду к Богу. Потому что я понимаю, что всё, что мне нужно там, это дух нашего невидимого Создателя. И когда я думаю об Иисусе Христе, Сыне Божьем, то я радуюсь тому, что Он воскрес. И мне бы хотелось, чтобы все верующие люди это понимали. И вот я вошла в храм, там почти никого не было. Там было тихо, темно, свет был выключен, свечи не горели. Обычно шла служба. Но, вы знаете, меня всегда расстраивало то, что я не ощущала благодати в храме, когда шла служба. Вроде свечи горят, вроде люди поют, вроде верующих людей много. А благодати нет. Я на цыпочках спустилась по лестнице, дошла до алтаря, остановилась, как вкопанная. Вы знаете, и я благодарила, пока шла Бога, за то, что я ничего не вижу. То, что я не могу принять все, что вокруг, вот на стенах храма, так как это считаю идолами. Может быть, конечно, я не права. Но это вот мое внутреннее состояние. И я рада была тому, что я все это вижу размыто. Вы знаете, я закрыла глаза, я поздоровалась с отцом, и мощный поток энергетики пошел столбом. Такого я еще не испытывала никогда. это были настолько мощные, сильные вибрации, что мне даже пришлось встать в такую позу, чтобы не упасть, потому что меня качало от этой вот мощной энергетики. И это была такая благодать. Не горели свечи. Я не смотрела на иконы. Я ни у кого ничего не просила. Я просто благодарила Бога за то, что я есть, за то, что Он есть, в первую очередь, в моей жизни, за то, что я у частичка. Я просила у Него благословения. Я 15 минут простояла возле алтаря, и мне не хотелось уходить. И от того, что я не скорбела, от того, что я радовалась, все было только лучше. Я чувствовала его. Чувствовала каждой клеточкой. Плоти, души. И мне бы хотелось, чтобы вы это понимали. Все, что нам нужно в храме, это ощутить Его великий дух, Его невидимый дух, который живет в нас. Его силу, Его славу. Всего вам доброго, мои хорошие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!